11 декабря исполняется 22 года с начала вооруженного конфликта над территорией Чеченской Республики, драматическим образом изменившего судьбы сотен тысяч наших сограждан и оставившего тяжелый кровавый след в истории российского государства. И сколько бы лет не прошло с начала тех трагических событий, память о них всегда будет жива в сердцах тех, кто волею судьбы или приказом Родины оказался их непосредственным участником. В Анапе этой трагической дате посвятят ряд мероприятий. 11 декабря – это день памяти ребят, погибших в Чеченской Республике. Мероприятие планируется провести в сквере славы, в вечного огня, на котором мы всегда вспоминаем о наших погибших ребятах, возлагаем цветы, возлагаем цветы к памятникам участникам Великой Отечественной войны, братьям-афганцам. После этого мы возлагаем цветы и цветочные корзины к мемориальной доске Амелькова, героя России, Евскина, героя России, памятнику «Три свечи». И уже в этом году, после открытия памятного знака возле офиса организации, также возлагаем цветы и председателю организации на протяжении 14 лет, который был Павлу Сергеевичу Саркисяну. Уважаемые жители и гости города курорт Анапа, боевые друзья, ветераны войны, ветераны боевых действий, уважаемые молодежь, приглашаем вас принять 11 декабря участие в памятных мероприятиях, посвященную Дню памяти ребят, погибших в Чеченской Республике, который состоится у сквера воинской славы, у Вечного огня, начало мероприятия в 11 часов. Также к памятной годовщине откроется обновленный после реконструкции мемориал «Три свечи», а вечером этого же дня участники военных событий встретятся с родителями погибших. И к другим новостям. Даже самые крутые и продвинутые предприниматели все еще не спешат с оформлением своих торговых точек, парикмахерских и ресторанов к Новому году. Глава города Сергей Сергеев поставил задачу в срок до 10 декабря уже завершить эту работу, но это совсем не значит, что оформление фасадов и торговых залов надо начинать 10 декабря. Предвкушение праздника – это и есть его начало.